И снова о всей стране мы говорим доброе, доброе утро. Екатерина Антонова, Ольга Венская вместе с вами встречает потрясающий зимний денёк. Сегодня напоминаем 19 января. Ну и по традиции пятницу мы встречаем в компании врача-диетолога Светланы Кашицкой. Света, доброе утро. Доброе, доброе, энергичное, яркое, оранжевое утро. Так, я понимаю, уже немножечко намёк, и по тому реквизиту, который лежит у меня на столе, даже возьму его в руки. Ну что, про мандарины поговорим, что ли? Неужели в них есть какой-то вред, Света? Не поверю. А вот сейчас узнаете. Конечно же, мандарины, что это? У нас такая ассоциация, что это детство, это волшебство, это праздник, да? Но на самом-то деле не всё так празднично и, скажем так, фельдепёрсво. Мандарины действительно богаты витаминами, антиоксидантами. Что ещё в них хорошо? Они же не в земле растут. Их мы снимаем с деревьями, вот эту мандаринку я принесла, видите, вот с дерева сняла. Так вот, поэтому в них нет тяжёлых металлов и радионуклеиды, которые могут накапливаться в почве. Поэтому это полезно. В них огромное количество витамина С, поэтому это наш хороший иммунитет, это профилактика вирусов, там, простудных каких-то заболеваний. В них очень много клетчатки и растворимой, и нерастворимой клетчатки, что очень важно. И это улучшает и даёт размножаться нашей полезной микрофлоре, чистит наш кишечник, улучшает наше пищеварение, восстанавливает микрофлору желудочно-кишечного тракта. Это очень здорово. Я чувствую где-то подвох, я уже почистила мандарину. Так. Ничего себе, Катя, когда ты успела? Стоп, ты завтракала? Ну, что-то среднее. А кофе за завтрак? Самое первое. Точно так же, как я запрещаю пить кофе на голодный желудок, запомните, нельзя есть мандарины на голодный желудок. Так же, как любые цитрусовые, категорически, потому что они раздражают слизистую нашего кишечника, и это действительно очень серьёзно. Поэтому, когда мы можем есть мандарины? Через полтора-два часа, не раньше, чем через час, мои дорогие, после любого приёма пищи. Кстати, знаете, чем вообще нельзя сочетать мандарины? Ну-ка, ну-ка. Мандарины нельзя сочетать с молоком категорически, это приводит к вздутию. Мандарины, и вот сейчас упадут все, нельзя сочетать с мясом и с рыбой. Поэтому нельзя есть мандарины сразу после еды. Это может вызвать изжогу, это вызывает вздутие, мои дорогие. И, что очень важно, нужно понимать, что мандарины опасны. Они действительно очень сильно провоцируют аллергические реакции. Поэтому вот эти мамочки, которые сетками приносят мандарины, ешьте, деточки, это сейчас полезно. Здесь витаминчики. Сколько можно съедать мандарины? У кого какая версия? Я думаю, что килограмм точно можно. Килограммчик, я думаю, можно. Максимум пять штук. Когда худеем, два мандарина в день. Не больше двух порций по 100-200 граммов. А давайте так, да. У меня вопрос, Света. Честно скажу, я худею на мандаринах, как мне кажется. Потому что я люблю на ночь. Ну что такое съесть бы не калорийное? Мандарин и чай. И мне кажется, что это работает. Так, подождите, давайте разберемся. Оля, ты на этом похудела? Честно, нет. Я думаю, что у меня вес стоит, понимаете, ни туда, ни сюда. Я понимаю, что что-то здесь не так. Сколько мандаринов ты съедаешь за раз? Ну, я же сказала, килограмм. Килограмм, по-честному. Значит, что мы делаем? Что делает Ольга? Давайте так. В мандаринах много углеводов. На 100 граммов 13 грамм. Итак, когда мы съедаем такое количество мандарин, даже больше пяти, это резкий скачок уровня сахара, огромный выброс инсулина. Это провокация того, что можно при регулярном таком употреблении в течение года вы можете привести себя к диагнозу инсулинорезистентность, предсахарный диабет, а потом сахарный диабет. А ты знаешь, что скачки сахара, выбросы инсулина и мандарины приводят к гликированию гемоглобина и приводят к стареющему, увядающему лицу? Оля, задумайся над этим. Катя, возвращай, возвращай, возвращай мне. Итак, поэтому, мои дорогие, мандарины нужно есть, Олечка, до трех часов. Самое позднее, до пяти, если ты хочешь снижать вес. С мандаринами по вечерам вы вес не снизите. Опа! А, зато скажу, зато скажу. В мандаринах много витаминов группы В, и они снимают тревожность. Знаете, такую тревожность. Поэтому, мои дорогие, мандарины успокаивают нас. Дает нам вот это ощущение, пришла уставшая после работы, съела мандаринку, фу, успокоилась. Кроме этого, они сокращают синтез гормона стресса, кортизола. Поэтому нам становится ха-ро-шо. Но в них много клетчатки, и вот это большое количество вызывает вздутие и метеоризм, мои дорогие. Поэтому перед свиданием никаких мандарин. Понятно? Слушайте, сколько всего нового интересного мы узнали про мандарины. Не такой уж это безобидный фрукт, как казалось бы. И еще скажу, мандарины не сочетаются с алкоголем. А как же классика? А был Новый год, да? Всю жизнь так жили. Представьте себе, потому что слишком большое количество углеводов, опять же, приводит к плохим, скажем так, последствиям. А еще мандарины, скажем так, увеличивают нашу кислотность. Отсюда могут возникнуть боли в желудочно-кишечном тракте и в желудке в том числе. Поэтому с мандаринами надо осторожно порцию, я вам сказала. Ну что, хотите сначала позавтракать, я надеюсь, а потом только через час-полтора, а лучше два, съесть один мандарин. Светлана Кашицкая разрешила. Я вот отложила, даже тот, который почистила, пускай немножечко подождет, правильно? Абсолютно верно. Причем, заметьте, я принесла вам порцию. Каждый по одному. Вот видите как, ну по поводу завтрака будем... Мы думали, пожалели, а оказывается просто... Все продумано. Светлана Кашицкая, Свет, огромное спасибо тебе за эти советы. Вот говорят, век живи, век учись. Даже есть правильно нужно учиться в таком вот возрасте. И даже есть правильно мандарины нужно учиться. Светлана, о чем поговорим в следующий раз? А знаете, давайте о чем? Так. Давайте о квашеной капусте поговорим. Потому что все говорят, вот овощи сейчас пластиковые, помидоры невкусные, есть нечего. Подождите. А квашеная капуста – это топ-продукт. А вот для чего, я расскажу в следующий раз. Да, здесь хочется сказать больше ни слова, сохраним интригу для того, чтобы наши зрители ни в коем случае не пропустили следующую пятницу. А диетолога и слышу. Да, друзья, мне кажется, у наших зрителей есть неделя для того, чтобы наквасить дома капусту. Да. Как раз к следующей пятнице. Здорово. Свет, хорошего дня тебе желаем.